Четвертый батальон 1-й славянской бригады держит оборону населенных пунктов по побережью реки Кальмиус в районе поселка Гранитное. Трое суток военные корреспонденты Новороссия ТВ находились на линии фронта. Обстановка здесь достаточно напряженная. Каждый день идут бои. Практически без остановки вооруженные силы Украины, находясь на территории поселка Гранитное, из тяжелой артиллерии бьют по населенным пунктам, находящимся под контролем армии ДНР. Наши ребята упрямо стоят на своих позициях и медленным, но уверенным шагом двигаются вперед, отодвигая противника все дальше и дальше. Встретившись с командиром взвода «Сером», мы попросили показать нам технику армии ВСУ, уничтоженную нашими ребятами. Мы знали, что за последние три недели подобных успехов на этом направлении было много. Серый объяснил, что для того, чтобы увидеть и снять сожженную тяжелую технику, необходимо очень близко подобраться к противнику. Безусловно, это было бы опасно. Несмотря на уговоры, командир нам отказал, пообещав показать честно отжатую противника БТР по имени Валера. Для меня деньги бумага, для тебя свобода. На американскую мечту сегодня мода. К этой мечте стремишься ты работать роботом ради бумажной мечты. Ты менеджер среднего звена, ты не работаешь под, ты работаешь на. Твой это дверь, твоя компьютерная эра. Главное не человек, а его карьера. Тебе повезло, ты не такой, как все. Ты работаешь в офисе. Тебе повезло, ты не такой, как все. Ты работаешь в офисе. Где ты дал? Тут я. Оператор-наводчик БТР-80. Ну что, поехали на мою задачу? Трогай, САУ. Тут я не могу. Хармливаю. Снаряды для Нонны? Да. Это сам снаряд, но это снаряд, который у нас есть. 120 калибр. Только разрыв у него получается, как от САУ Акации 152 калибра. Потому что здесь уже не тротил, а новые содержаемые наполняемые, которые делают взрыв более мощным. Осколки летят более далеко, чем обычно 120 калибра. Чуть позже, вооружившись СПГ, АГС, РПГ и ПТУРом, группой выдвинулись на позиции. Работали по Орешнику, в котором укрепились минометчики противника. И с этой позиции обстреливают мирное население. Передний привод, конечно, по-моему. Перый, степа. А он тебя в усолию может? Может, входит? Поехали. Степ, пока к мне дурне ослеп. Скай у тебя уже не стоит, зато начальник тебя благодарит. Я не спою, бабки нужны всем и всегда. Но зачем так не надо? Тебе повезло, ты такой, как все. Ты король мира, парень. Ты работаешь по весе. Кто сказал, что пехота – это не страшная сила? Степ, бай, степ, пока к мне дурне ослеп. Степ, бай. Сейчас, укропчики, ждите. Дальше. А ну давай. Да. Лиз, пусть, азбайр, азбайр. Вот, и вот, не, не, левее, вот. Вот самый большой, ты видишь, вот на него, ты через него. Ну, что он сделает? Давай, давай. Готовим. Леня, мне стыдно за тебя. Поменял такую трубу, а такую клей. Ты повезло, ты не такой, как все. Ты работаешь по весе. Ты работаешь по весе. Мне повезло, ты не такой, как все. Ты работаешь по весе. О май гад. Стреляю. Готово. Уши. Пониже. Опусти пониже. Хорош. Хорошо. Уши. Уши. Относим. Ништяк. Это отдача такая сзади. Да, это вот так вот. Чистим снег. Это метров на шесть, на семь. Да. Метров восемь не подходить. Да хорошо, что сзади никого не было. Восемь метров и разлет по полтора. На сорта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отстрелявшись, не стали ждать ответки по нам. С абсолютным знанием дела погрузили СПГ с остальным быка в девятку и спокойным прогулочным шагом вернулись в расположение. Девятку трамбует СПГ, такого еще никто не видел. Плюс АГС. И плюс АГС там еще. И плюс тур. И пусть кто-нибудь скажет, что девятка это не танк. О, ты работаешь в офисе. О, мой Бог. Три богатыря. И три сзади. На следующий день мы знали, что будут работать наши минометы. С командиром роты Старлеем и Серым приехали на позицию, с которой хорошо просматривается участок местности, по которому собираются работать наши минометчики. Давай-давай, никуда он не уедет. Да бросай ты его, блядь. Я тебя ждать не буду, ни хуйка. Да, лютый? Ну, сейчас мы... Блядь, ты бросай его, за... Поехали. Ты останешься без съемки, блядь. Ебаня, блядь. Переставьте колеса, нахуй. Кто поставил, блядь, резину на оборот? Ёбаня, блядь. Оставили летнюю лысую назад, нахуй. К сожалению, туман и расстояние в 2 километра помешали нам снять, как ложились снаряды в этой местности. Плюс ко всему тому, как только наши начали работать, тут же полетела ответка. Неожиданно для нас из танков. Из окопов мы наблюдали, как один из снарядов упал в стороне позиции, откуда стреляли наши минометчики. Все же остальные снаряды ложились около нас. 50 и 200 метров. Здесь бы братской могилой не было, боже, спасись, сапога. Это лево. Телефон выключается. Телефон я давно выключил. Ну, по нашим позициям. Ну, рядышком. Будем долго счет съезжаться, наверное. Ближает, как война, да? А как одинокоп. Помнишь, я тебе говорил, мы с миром в одинокопы внестились вчера. Как на сиротке банки. Да, мы с ним сидели, правда, тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. На мне двое лежал. Вот так. Гадар. Вот он. Это наша. Да нет. Лучше перелет. Да. Я боюсь, что они сейчас могут пристреляться. Вон, хоть из калашей дадим нам. Как и сисение. Как обычно. Рабочие. Пошел я за своим братишкой автоматом. Что, будем отстреливаться? Чем-то постреляем. Как только все стихло, решили уходить. По пути увидели, куда ложились снаряды, пока мы сидели в окопе. Да, да. А что нам еще надо, военным корреспондентам? Поваляться в грязи, поржать в окопах. Продолжение следует...